всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас 24 мая 1104 и я иду в атлетик на эллипс на улице очень холодно просто ощущать какая-то ну вот уже пришла тут раздевалка припозднилась немножко но я просто обычно пораньше прихожу на в любом случае здесь сейчас никого нет так надо кроссовки будет постирать сразу две пары занимаюсь обожаю эллипс ну вот сплошное удовольствие калорий правда здесь больше написано потому что там в настройках вес установлен по моему килограмм семьдесят что ли тут очень уютненько столько у меня за день получается сжигать примерно так ну теперь сразу в пятерочку за яблоком ты как холодно на улице но зато в раздевалке просто шикарно топит у нас вообще просто дома невозможно находиться я уж конечно не люблю там жару дома мне нравится чтобы немножко было прохладно но все-таки что-то сейчас перебор вообще на улице кошмар творится ладно переживем я тут спала шортиках и в маечке ну и конечно по туристическим правилам это конечно максимальное тепло но по факту это хорошо наверное в палатке а так я вся взмокла поэтому я спала в свитере мне было тепло но не жарко завтраку покупала в семишаговый в питере геркулес и он обалденный он очень классный прям вообще понравился отсняла хобби-влог сейчас села перекусить творог и сгущенка творог обезжиренный и сгущенка также обезжиренная уже другой день пришла на фитнес в этот раз занимаюсь на том же тренажере он мне в принципе понравился для развлекухи решила по беговой дорожке походить ну пока медленно сейчас разгонюсь пришла домой жутко замерзла ну на улице холодная и дома причем на контрасте еще было дома ничего но пока переодевалась все замерзла так что буду есть кашу я сегодня туда соевый соус сосиску добавила и специи для морковки по-корейски очень прикольно получилось ну и кофе как всегда иду в тренажерку вон еще с собой сумку взяла точно своды отключили очередной раз эти дни как-то у меня так вот получается урывками снимать ну в общем сейчас другой у меня эллипс решила все попробовать и снова беговая дорожка но бегать мне нельзя как в общем то есть честно говоря многим ну вот я где-то на четыре с половиной до шести разгоняюсь это более чем нормально а чисто успокоить так пульс я дома сейчас запустила стиралку собрала еще белье потом отсканировала все чеки собрала по всем сумкам карманам буду пылесосить потом хорошо помою пылесос попозже но я не знаю или сегодня или завтра скорее завтра нужно помыть обувь зимнюю помыть против высушить ну и так далее и убрать резиновые сапоги надо еще до блеска натереть потому что я все таки в них хожу гулять с собакой так что после питера надо тоже разобраться заходила в магазин верный купила 4 пачки фарша как всегда но собаки либо 7 либо 10 пачек надо хотя бы там на месяц было только 4 я пойду еще завтра мне повезло вообще фарш подорожал с 59 до 100 рублей но я попала под акцию и взяла за 79 99 а вот в том месяце по моему по 89 99 брала по 79 с копейками взяла яблоко яблоки по 51 или по 53 что ли свеклу взяла также там а лежат финики изюм ну финики как всегда прекрасно они 190 то ли 119 то ли 119 с копейками стоит но и финики вообще верным прекрасно и в этот раз они прям такие знаете светлые то есть они не обработаны всякой гадостью изюм честно грязный то есть его надо хорошо промывать и это не знала так бы конечно не взяла ну ладно буду мыть и делать-то а и морковку взяла морковка не очень хорошая ценник но по-моему 51 рубль или 55 также взяла вот такую томатную пасту обычно я беру ваша не здесь состав мне кажется чуть-чуть похуже но по качеству и то и другое в целом нормально хотя нет вы знаете вот здесь вот есть сахар чего нет ваша новском поэтому конечно больше брать не буду но в этот раз взяла если вам не принципиально то в принципе можно взять взяла себе на побаловаться и на попробовать вот такое мороженое тоже дешевое химозное и вы знаете она наверное более химозное чем ваша не и потому более вкусные вот мне понравилось ну как-то так люблю я такие штучки 27 мая я сегодня с утра в тренажерку сходила потом зашла в магазин купила овощей пришла позавтракала а мне еще дождик застал ну в общем в конечном итоге пока поела дождалась когда закончится дождик и сейчас иду верный чтоб купить еще фарш и для собаки ну я надеюсь что он там будет ну в принципе там даже четыре пачки на некоторое время хватит поэтому это не страшно сейчас замечательно просто такой воздух хороший берег тепло во вторых после дождя запах классно сейчас еще тут косили поэтому вообще аромат скошенные травы это супер так что иду гуляю я сегодня позанималась как всегда час на эллипсе потом еще полчаса на беговой дорожке ну так походила конечно же потом еще прям под горячей водой постояла вообще шикарно просто я вчера мороженку съела и пирожок а у меня так всегда что если учета лишнее съедала ну вот не то к чему я привыкла казалось бы у меня сразу очки вот и я сегодня стала конечно такая вот интенсивная нагрузка плюс я еще много воды естественно за время тренировки выпила и прям очень горячий душ я прям минут 10 стояла вот и вышла просто такая легкость и никаких отеков ну практически все ушло тренировку по естественным причинам приходилось прерывать но зато достигнут эффект люблю такую погоду сегодня я потом домой приду покажу покупки он там еще особенно в общем-то китайская капуста обычная капуста творог китайскую капусту я прям без всякого стыда сверху листьев по обрывала потому что они и держали не пойми сколько сейчас продают по 129 рублей за килограмм я считаю что дороже данное стоит не должно ну вот поэтому зачем мне переплачивать за не пойми что я сверху все лишнее выкинула и все заплатила за то что я буду есть считаю это абсолютно нормальным так ну что здесь пройти так когда-то фаберлик был вон там потом переехали вот туда где магазин верный сейчас туда и иду по сути у меня настроение сегодня погулять но все равно дела еще есть во первых нужно там еды приготовить и себе и собаки а еще картошку надо купить вот ну гречки купить конечно же у меня потому что тоже на пару дней овсянка еще с прошлого месяца осталось плюс я привезла овсянку из питера и думаю что еще потом когда поеду на 40 дней я куплю вера в этом всеми шага и она конечно обалденная но я уже об этом рассказывала мне понравилось я конечно предполагаю что она тоже зависит от партии от всего но вот в данном случае она даже я помню что вдруг покупала бы тоже бывало она такая не очень в том году например попадалось но в этот раз классно 1742 села пообедать наверное буду есть салат тут китайская капуста морковь и гурец помидор кунжутное масло купила капусту потом китайскую капусту как раз таки два рулона туалетной бумаги наконец-то появилась в продаже по 10 рублей капуста была по 60 чем-то китайская по 129 80 чем-то сок лимона вот это я не убрала свою старую капусту верном взяла ударницкий хлеб ну по составу такой же как и везде по вкусу тоже хороший по калорийности тоже самое ну в общем взяла здесь ценник в общем то такой же может на рубль два подороже чем в ашане но это не критично не вести же оттуда вот взяла прям повезло как для меня 6 упаковок фарша а вчера я взяла 4 тоже последние сейчас вот забрала все это как раз таки вот 10 штук на месяц для собаки так что просто супер я очень рада сейчас все это уберу в холодильник точнее нет одну упаковку убирать не буду потому что это на уже назовем на завтра ну а остальное в морозилку одну оставлю еще для себя ну а ему из своих запасов положу на другую полку там потому что ну чтоб не не размораживать сейчас буду готовить собаки бульон овощной мясо я ему сейчас добавляю отдельно ну то есть фарш поэтому делаю вот картошку почистила но не только ему я еще себе буду варить суп так что как то так сейчас порежу ему потом я толкушкой все это измельчу и все морковку взяла самую такую большую морковка это прям основа бульона для него картошка это чисто так раньше я ему никогда не клала морковку вот но именно поскольку сейчас чисто овощной бульон то конечно же неплохо было бы ну и на любимой терке натираю все таки безумно удобная вещь что такая что как в питере вот мулен x но они вот у меня из двух наборов насадки абсолютно одинаковые так и луковицу тоже беру ему самую-самую большую он с удовольствием ест лук раньше я как-то еще когда суп пюре себе делала туда уже доставала из его бульона и а а потом думаю дай попробую будет есть не будет он с удовольствием ест лук так ну и теперь фарш суп вариться поставила лишний вот этот в общем кровь вот это я тоже туда слила мне она не надо фарш куриный сейчас добавлю всякие травы специи чеснок сушеный потому что такое такой закончился забыла купить можно было бы очень очень мелко измельчить лук но поскольку пельмени варят а у меня друг терпеть не может вареный лук так что я сейчас вот сделаю фарш поставлю на ночь в холодильник и фарш пропитается травами чесноком будет просто очень очень вкусно солить я не буду я добавлю смесь кулинарную для мяса там соль в небольшом количестве есть этого вполне достаточно будет я все даже специи взвешиваю точнее там меньше грамма везде поэтому я просто уже увеличу пусть будет лучше калорийность завышена чем занижена взвешу только вот мясную эту смесь у меня тут чабер лимонграс майоран то есть много всего паприка куркума я прям очень люблю что было много много трав петрушку укроп ну базилик само собой разумеющиеся специй тут огромное количество вот как раз таки надо взвесить эту смесь для мяса потому что ее я либо зажарку либо эту смесь добавляю там уже побольше и собственно калорийность чуть чуть больше пока пока